Итак, дорогие друзья, я рада вас приветствовать. С вами Виктория Брэдис. И мы сегодня с вами поговорим на такую классную тему, которая почему-то всегда проходит мимо мастеров, является диким страхом начинающих мастеров и даже оставляет свои, скажем так, корни нехорошие у профессионалов, у таких уже суперэкспертов. Мы поговорим с вами о волшебном слове «нет». Сегодня будем говорить о слове «нет» в двух ипостасях. Когда слово «нет» говорит покупатель, и когда слово «нет» можете сказать вы, вы как мастер. 8 из 10 мастеров имеют либо один, либо оба этих страха 100%. Страх услышать «нет» и страх сказать слово «нет». Первый страх, когда вы боитесь, что клиенту что-то не понравится. Клиенту не понравятся ваши сладости, и он скажет «нет». Мы сейчас более широко раскроем эту историю. И второй страх, вы боитесь, что условно повалят заказы, вы только начали работать, вы вдруг выставите цену, повалят заказы, и вы с ними не справитесь. Казалось бы, причем здесь нет, вот особенно во втором случае, и мы с вами с ним поговорим, о нем поговорим подробно. Страх услышать слово «нет» от клиента, что под словом «нет» я подразумеваю. Это когда ваш клиент, например, скажет «нет, нам было невкусно», «нет, мы ожидали чего-то другого», «нет, нам не понравилось». Я верю, что сейчас, даже вот слушая эти слова, у кого-то внутри появляется жуткая тревога, жуткий страх услышать слово «нет». Это дикий страх у мастеров, у начинающих мастеров. И когда мы проводим свое обучение, у нас есть такой вопрос. Какая трудность, какой страх у вас есть, почему вы не действуете, почему вы не зарабатываете больше, страх услышать, что мой десерт, мой торт, мой пряник не понравился, он вообще в топе. То есть вы понимаете, да, страх услышать того, да, вот Марина пишет про нее. Это на самом деле, Марина, не только про вас, это 99% мастеров очень боятся услышать слово «нет». И они следуют следующему принципу. Так лучше я вообще не буду клиенту после совершения сделки что-то писать, спрашивать какой-то отзыв, а вдруг он скажет «нет». И я вот разбужу этот жуткий вулкан, который на меня обрушится, и что я буду делать? А страх услышать от клиента слово «нет» сковывает вас в развитии, потому что слово «нет» — это самое главное слово в вашем бизнесе и в вашем росте. Я вам сейчас все это расскажу, и я надеюсь, что в будущем вы будете легко к слову «нет» относиться. Как уже опытный мастер, я вам скажу следующее. Да, ваш продукт может не понравиться клиенту. Да, найдутся люди, которые могут сказать «мне слишком сладко», «мне слишком сухо», «мне слишком жирно», «несладко», «мягко», «твердо». Могут быть такие люди. И да, нельзя создать продукт, который 100% будет нравиться всем. Ни я, ни какой-нибудь супер знаменитый кондитер в мире, самый титулованный, не может создать, ну, я не знаю, торт, сладости, выпечку какую-то, которая 100% понравится всем. Вот запомните эту фразу. Да, клиент имеет право отреагировать тем, что ему не понравилось все ваши сладости. Вы приходите в магазин, покупаете что-то, вам 100% всё заходит? Нет. У вас могут быть абсолютно другие вкусы, пришли на праздник какой-то, вам там, ну, угощает, допустим, хозяйка тортом, пирожными. Вам что-то может понравиться, а что-то нет. И это нормальная реакция, и нету десерта на свете такого, который может понравиться всем. Запомните это, примите это и продолжайте работать над своим продуктом, показывать ценность своего продукта тому, кому это будет важно. Я очень надеюсь, что вот после этих слов вас отпустят, и вы со спокойной душой будете давать свой продукт на дегустацию, скажем так, на пробу, на продажу тем людям, которые просто в нём заинтересовались. Если клиент к вам вернулся, если клиент к вам сказал потрясающе, вкусно, классно, поставили себе внутреннюю галочку, похвалили себя и пошли дальше. А что делать, если клиент сказал нет? Мы сейчас с вами тоже об этом поговорим. Я хочу, чтобы вы, ну, вот как бы немножко подытоживая вот этот маленький фрагмент, клиент может сказать нет, и это нормально. У людей разные вкусы, у людей разные предпочтения. Чтобы чётко донести ценность своего продукта, сделать это правильно, вам надо составить такое торговое предложение, которое будет очень чётко, очень честно показывать клиенту его выгоду от покупки вашего продукта. Почему может возникать страх от слова нет? Когда вы пишете о своём продукте, допустим, у меня невероятно вкусные пряники, у меня самый вкусный шоколадный торт, то есть вы возносите свой продукт настолько высоко, и чем выше, и чем, скажем так, волшебнее вы будете его описывать, тем страшнее услышать слово нет. Но если вы создаёте торговое предложение, которое честно, чётко говорит о том, что за продукт получает клиент, и если он говорит «да», вкусно, и если он говорит «нет», невкусно, это адекватная реакция, которую вы воспринимаете очень, скажем так, хорошо. Почему? Почему вообще в слове «нет»? Огромная польза. Страх услышать слово «нет», если вы его боитесь, лишает вас возможности получить невероятный, потрясающий отзыв о своей работе. Как я уже сказала в начале, когда у вас состоится сделка, и вы боитесь написать клиенту, а как вам мой торт, а как прошёл ваш праздник, и вы боитесь услышать, что будет какой-то негатив, поверьте, если ваш торт не зайдёт, клиент сам вас найдёт, и сам вам напишет всё, что он о вас думает. Но часто в этом мире очень активном люди просто забывают оставлять отзывы, а отзывы – это ваша работа, это подтверждение того, что вы делаете крутой продукт, и это доказательство будущим клиентам, чтобы они могли, ну скажем так, доверясь отзывам, покупать у вас. И вы лишаете, боясь услышать слово «нет», вы лишаете себя возможности получить какой-нибудь даже сверхъестественный потрясающий отзыв, получить фото с праздника, получить там видео с мероприятия. А что делать, если всё-таки клиент сказал «нет»? Кроволол пить не нужно, блокировать клиента не нужно, нахрен его посылать тоже не надо. Надо спросить, а что именно ему не понравилось. Поверьте, вот это вот слово «нет» – это не для того, чтобы вас обидеть. Это не потому, что вы такой плохой мастер, и вы лично не понравились. Человеку что-то не понравилось в продукте, не вы плохая. И вам ваша задача проанализировать, вот если особенно идут эти «нет» систематически, на, скажем так, человек не может не говорить, что фу, как всё плохо, мне ничего не понравилось. Может человек сказать, да, торт был шикарный, но знаете, вот я бы добавила немножко сладости. Это «нет», это вроде как и не «нет», это просто отзыв клиента, и клиент говорит о том, что он бы что-то чуть-чуть изменил под свой вкус. Если это единичные моменты, вы можете как бы успокоиться, потому что действительно, ну, как бы вкусы у людей разные. Но если эти моменты повторяются, какие-то замечания, скажем так, нарекания, да, на ваш продукт, это повод более внимательно посмотреть в эту сторону и что-то начать переделывать. Теперь поговорим про слово «нет», которое я вам разрешаю говорить. Меня это тоже коснулось, когда я была начинающим мастером, когда ко мне приходили заказы, я дико боялась сказать клиенту «нет». У меня было такое ощущение, что вот он лежит, знаете, в лесу, у него оторвало ногу, я единственный человек, который прохожу мимо, и он просит помощи, и если я ему вдруг скажу «нет», он умрёт. Без моего пряника он умрёт. Расслабьтесь. Вот такая же ситуация, как со словом «нет» от клиента. Вы должны понять, что вы просто один из тысячи мастеров, к которому обратился этот клиент. И если вы сказали «нет», он просто пойдёт и купит у другого. И если у вас физические возможности не позволяют вам взять заказ, не надо биться башкой об стенку, не спать сутками, пить, я не знаю, какой-нибудь адреналин раш, но во что бы то ни стало сделать этот торт или пряник или всё что угодно. Расслабьтесь. Вы сконтролируете свой продукт, вы контролируете своё здоровье. Если вас не станет, если вы заболеете, если вы сляжете и будете потом отсыпаться целую неделю, если условно там несколько дней активно работали, лучше не станет, продуктивнее вы не станете, круче вы не станете, много денег вы не заработаете. Всегда понимайте свой ресурс и всегда ставьте себе ограничения. Вот это слово «нет», это ограничение самой себе в защиту вашего собственного здоровья. Я уже сказала, да, что есть мастера, которые дико боятся брать заказы, да, вот это другая уже из постаси мастеров, это такие суперновички. Я думаю, что вот в нашем коллективе здесь сейчас есть такие суперновички, они вот вошли в какой-нибудь сладкий наш мир, и у них страх того, что «а если я скажу, что я это продаю, как повалят ко мне клиенты, и всё, я не смогу это сделать». А я говорю, у тебя есть слово «нет» вот в твоём списке слов, которые ты употребляешь? И опять же, да, и вот она цепочка. Если я вдруг скажу «нет», то всё, я человека оставлю без своего волшебного продукта, он меня запомнит, запишет в чёрный список и никогда ко мне не придёт. Вы одна из тысяч мастеров, которые просто у человека вот из, скажем так, выбора. Не вы, так кто-то другой. Но не надо хапать всё, вот даже то, что вы делаете, и то, что вы не делаете. Клиентов, точнее мастеров зачастую одолевают страх, да, вот этот страх, что они не справятся, и то есть они не сделали ещё шаг номер один, да, а что у нас под шагом номер один? Они не разместили свой продукт, они не сказали всем на всеуслышание, что я принимаю заказы. Они не создали свою там страничку. Вот это вот страх кондитерское хобби, или мне нравится расписывать пряники, я делаю торты для души. И вот страх просто взять, вот это всё перечеркнуть и написать, я принимаю заказы, я работаю за деньги, я делаю сладости для вас в обмен на такие красивые разного цвета бумажки. Не за спасибо, не за классный торт, не за, ты же моя подружка, за деньги, да, это проблема в чём? И вот человек боится сделать вот этот номер шаг один, точнее не сделав номер шаг первый, да, не разместив просто свой продукт, не сказав всем, что я принимаю заказы, он уже заранее боится их сделать. То есть ещё ни одного заказа нету, а он уже заранее боится, что вдруг он не справится. Ну так рассчитывайте время, говорите о том, что я принимаю заказы за неделю, я у меня, допустим, в день я могу сделать 5 пряников, и я больше 5 пряников в день не принимаю. То есть вы понимаете, что вы управляете своим бизнесом, не клиент управляет вами и с кнутом стоит и говорит, а ну-ка быстро за ночь мне сделай трёхуярусный торт. Вы управляете, вы придумываете правила своего бизнеса. И также вот, как я уже сказала, всплывает вопрос получения денег. То есть мастер боится продавать, а что значит боится продавать? Он боится брать на себя ответственность за выполнение заказа. То есть зарабатывать хотят все, но говорить о том, что я это продаю, никто не хочет. Ну то есть как бы это должно быть подпольно, да? То есть как бы подпольно клиент должен принести мне деньги, он должен сам догадаться, сколько стоит этот торт и так, чтобы меня не обидеть. То есть я же хочу дорого продавать. И одновременно я ему даю всё. Но у нас нет вот этих вот афишированных в открытую товарно-денежных отношений. Но это же чушь. Чушь. Что делать? Нужно превратиться во взрослого. Вот не в игрушки играть, не за листики с дерева продавать ваши там сладости, как я уже сказала, не за спасибо. А начать относиться к своему сладкому хобби, как взрослый человек. Понимать, что это бизнес, что за это люди дают деньги и за это люди берут деньги. А за это вы даёте гарантии, выполняя свою работу в срок, беря на себя какую-то ответственность. И очень часто, у меня такая очень возрастная аудитория учится, да, то есть люди 40, 50, 60 лет. И они мне до сих пор говорят, а мне легче подарить, чем сказать, сколько это стоит. Но, блин, я так устала работать за спасибо. Вот чувствуете, да? Превратитесь во взрослого. Те люди, которым легче продать, нежели взять на себя ответственность, взрослейте. То есть получается такая интересная история. Когда ты даришь продукт, ты вроде как не несёшь за него ответственность. Ну, то есть это же подарок, его можно передарить, его можно на полку положить. Человек, клиент, как бы ничего не потратил. И ты с себя снимаешь ответственность. И услышать это слово «нет», было невкусно. И вроде как всегда все довольны, только все довольны, кроме вас. Вы в итоге остаётесь в дураках. Вы это сделали, и вы это подарили, не заработав ничего. И потом сидите и плачете, говорите. Вот в кондитерском деле денег не заработать. Платить никто не хочет. А не нужно приучать тех людей, которые вас окружают, к тому, что вы это делаете бесплатно, взрослеем. Вы делаете работу, вы за эту работу получаете деньги. Люди, я хочу купить торт. Я пошла, взяла деньги, пошла в магазин и купила торт. То есть вы понимаете, это нормально. Я магазину не стыдно продавать, кофейне, другим мастерам, которые уже, скажем так, устоялись, не стыдно продавать. Почему вам стыдно продавать? Вам стыдно за свой продукт? Вы всегда будете на том уровне, когда вам будет казаться, что продукт не идеален. У меня до сих пор есть такая история, что, ну блин, можно было лучше сделать. Вы всегда будете стремиться к идеалу. Просто поймите, вы сейчас делаете так, как вы умеете, и вы не можете сделать лучше. Ну то есть лучше вы будете делать через полгода, через год. И когда вы научитесь делать лучше, вы обязательно будете делать лучше. Но вот сейчас, в данный момент, вы делаете так, как вы умеете. Нельзя прыгнуть выше головы. Логично? Логично. Это придёт через какое-то время. Но вам надо продавать свои сладости, свои торты, свои пряники, такие, какие они есть сейчас. Люди видят, люди не слепые, не надо им ничего, за них решать, что им не понравится. Если к вам человек обратился, видя ваши сладости на картинке, значит, его всё устроило. Значит, вы должны успокоиться, расслабиться и продать ему то, что человек хочет. Вы должны продавать здесь и сейчас. Почему? Потому что вам надо зарабатывать, вам надо есть, вам надо пить, вам надо учиться, вам надо детей одевать. Я не знаю, здесь и сейчас, а никогда не будь. А никогда не будь, когда мои торты и пряники станут идеальными. Они никогда не станут идеальными. То есть всегда крутой мастер, он всегда будет искать в своем продукте какой-то подвох и возможность что-то изменить. Ваши работы обязательно через какое-то время с каждым разом будут лучше и лучше. Вы будете делать их быстрее, вы будете делать их красивее, но это все приходит с опытом. Вот такой у нас короткий был сегодня мастер-класс, эфир, не знаю, как сказать лучше. Многие писали, что это про меня, что это про меня. У вас вот эти два страха, страх сказать нет и страх услышать нет. Отпустите это и начинайте взрослеть, начинайте из сладкого хобби делать бизнес. Потому что здесь, во-первых, сама по себе кондитерская тема, она всегда актуальна. Здесь нет сезонности, всегда люди не рождены только в Новый год и 8 марта. Люди рождаются весь год, свадьбы у них происходят, у них происходят юбилеи, какие-то внутренние, скажем так, семейные праздники. Всегда сладости нужны. Умейте правильно преподносить свой продукт, составляйте правильно торговое предложение, чтобы честно, чтобы с открытой, скажем так, абсолютно быть уверенным в своем продукте. Что такое торговое предложение? Это те гарантии, которые вы даёте своему клиенту. Не самое вкусное, не потрясающее, вы не пряничная фея, не богиня тортов. Вы продаёте свой продукт, и этот продукт должен соответствовать каким-то параметрам. Вот как правильно составить торговое предложение? Как правильно наделить ценностями ваш продукт? Где продавать? Как продавать? Об этом обо всём я рассказываю на своём бесплатном практикуме. Если вы ещё его не прошли, я вас всех приглашаю, потому что даже на бесплатном практикуме люди получают результат. И люди получают тот результат, к которому не могут прийти несколько месяцев, а порой и лет. Я на этом с вами заканчиваю, прощаюсь. Я обязательно прикреплю ссылку к практикому под этим видео и буду рада вас видеть в составе наших учеников. Продавайте смело и продавайте на высокие чеки.